Привет, друзья! Вы на канале Удивительный мир животных. Сегодня в этом видео Птица китоглав Принадлежит к отряду пеликанообразных. Ее еще называют королевской цаплей, ботинкоклювом. Открыта и описана орнитологами в 1849 году. Взрослая особь имеет внушительные размеры. Высота от 1 до 2 метров. Вес от 4 до 7 кг. Размах крыльев от 2 до 3 метров. Но летать она не любит. Иногда недолго парит над местами обитания. Цвет оперения птицы серый. На голове имеется хохолок. Самым приметным является огромный клюв серо-желтого цвета. Он настолько массивный, что птица во время отдыха кладет его на грудь, чтобы отдохнула тонкая шея. Интересно расположены глаза. Не по бокам головы, а в передней части. Это позволяет китоглаву получать объемное изображение пространства. Места обитания достаточно обширные. Встречается в странах Центральной и Восточной Африки, южнее Сахары. Селится исключительно в тропических болотах. Общая численность птицы небольшая. Около 15 тыс. особей. Птица расселена небольшими группами. Больше всего их в Южном Судане. Численность сокращается по нескольким причинам. Первое. Местное население считает, что птица приносит несчастье, поэтому разоряют их гнезда. Второе. Исчезает привычная для китоглава среда обитания из-за хозяйственной деятельности человека. Третье. Часто отлавливается для продажи в зоопарке, в том числе для богатых любителей экзотики. Четвертое. Врагов в естественной среде немного. Опасность представляют взрослые крокодилы. Гнезда разрушают соколы-ястребы. В некоторых странах, где обитает китоглав, ведется работа по его защите. Это необходимо и с экономической точки зрения. Поскольку многие туристы едут в Африку, чтобы увидеть диковинную птицу. А туризм, как известно, приносит деньги в казну государства. При несколько устрашающей внешности, китоглав имеет характер спокойный и дружелюбный. Доверчиво относится к людям. Это приносит птице вред, потому что ее легко поймать. Китоглав ведет дневной образ жизни. Активно охотится рано утром и днем. Чтобы найти пропитание, надо обладать терпением. А его у птицы много. Может долго и неподвижно стоять на мелководье, усматривая добычу. Или же осторожно передвигаться в болотных зарослях. В топкой местности чувствует себя уверенно. Поскольку имеет длинные лапы и широко расставленные пальцы на них. Сам момент охоты выглядит красиво и эффектно. Птица медленно расправляет свои роскошные крылья. И молниеносно бросается на жертву. Клювом, словно сачком, зачерпывает рыбу и все, что плавает рядом. Но не заглатывает. Китоглав отличается выборочностью в рационе. Выплевывает тину, траву, а у рыбы даже отрывает голову. Самой любимой пищей является самая лягушка. Не отказывается от небольших змей, молодых крокодилов и черепах. Таким образом, птица питается только животной пищей, являясь хищником. Очень редко покидает места постоянного обитания. Перемещается в другие районы только тогда, когда иссякли источники пищи. Не любит большие скопления сородичей, поэтому селится поодиночке или парами. Звуки издает редко. Птица скорее молчунья. Но если разговориться, то благозвучием ее пение не назовешь. Звуки резкие, громкие, напоминающие оружейную перестрелку. Китоглава можно назвать долгожителем среди птиц. В естественной среде доживает до 37 лет. В неволе тоже живет долго. К человеку привыкает быстро. Считается умной птицей. Но в неволе не размножается. Потомство начинают давать после трех лет. Самки от самцов почти не отличаются. Разве что размером поменьше и клюв у них более вытянутый. Во время брачного сезона, который наступает с окончанием периода дождей, самец издает глухие звуки. Кивает головой, вытягивает шею и щелкает клювом. Самка кланяется. Птицы совместно создают гнездо, которое имеет большие размеры. Диаметр не меньше 2,5 метров. Строительным материалом служат ветки, стебли тростника. Дно для мягкости устилают сухой травой. Самка откладывает от 1 до 3 яиц. Но не сразу, а в течение 5 дней. Примерно месяц будущие родители высиживают потомство. Поскольку климат в тропиках жаркий, птицы поливают яйца, набрав в клюв воду, чтобы они не перегрелись. И в дальнейшем с такой же целью устраивают душ для вылупившихся птенцов. Маленькие китоглавы имеют вместо перьев серый пух. Пока еще небольшие клювы, но уже с острым кончиком. Даже если на свет появились несколько птенцов, выживает только один. Родители сначала кормят полупереваренной пищей. Через месяц малыш уже может глотать куски рыбы. В гнезде птенец проводит 2 месяца, но не улетает далеко. Полностью самостоятельную жизнь начинает вести в 5-6 месяцев. А на сегодня это все. Спасибо вам за просмотр. Друзья, если вам было интересно, то подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк и оставляйте комментарии. Всего вам самого доброго. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!